Кандидатуру Дмитрия Кобзева на должность председателя окружного родительского собрания выдвинула общественность. Он работает руководителем крупного предприятия, поэтому справляться с непростыми задачами привык. У Дмитрия двое детей, которые учатся в 132-й школе. Там Дмитрий возглавляет родительский комитет. Предстоящая общественная деятельность ему уже знакома. Есть одно мнение, есть другое мнение. Донести мнение до родителей, думаю, это основное. Ну и также выслушать родителей, чтобы к мнению родителей прислушались уже и педагоги, и руководители сферы образования. Сколько себя помню, принимал непосредственно участие в жизни школы, начиная со старшего сына, буквально с четырех лет, когда четыре года ему исполнилось. Начали проводить различные какие-то совместные мероприятия с учителями, с другими классами. Это и концерты, это и какие-то походы, и прогулки. На окружное родительское собрание пришли представители родительской общественности, школ, детских садов и учреждений дополнительного образования, а также заместители глав районных администраций по социальным вопросам. Говорили о том, что сейчас волнует больше всего. Например, о школьном питании для аллергиков и о создании юноармейских отрядов. Такие собрания будут проводить регулярно. Основная задача сделать так, чтобы наши родители являлись активными участниками образовательного процесса. Честно сказать, не только образовательного, но и процесса управления школой. Самая главная цель задачи совместной и школы, и родителей – это воспитать гармонически развитую личность, личность, которая будет иметь ценности и патриота великой нашей страны России. Мы хотим быть рядом с родителями и слышать родителей. Я всегда говорю, что в школе будет успешный ученик, лишь только тогда, когда будет три участника процесса. Это ученик, родитель и учитель. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе будут проводиться и областные родительские собрания. Это поможет вывести на новый уровень отношения семья-школа. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.